Добрый день, уважаемые подписчики! Добрый день, слушатели, которые обнаружили эту запись! Добрый день всем людям планеты Земля! То там, то здесь, сегодня можно слышать в этом засасывающем вихре хаоса, что жизнь полна проблем, что жить невозможно, зарплаты маленькие, пенсии маленькие, все не так, доллар растет, там война, есть нечего, голод, нищета, ребенка не в чем отправить в школу и тому подобное. Я уже не говорю про смерти. Что с этим делать всем? Ну, все равно, хотим мы этого или не хотим, но мы все равно столкнулись со тем, что надо что-то делать. Что же делать? Давайте попробуем на это же самое посмотреть с другого градуса, с другой грани восприятия. Я думаю, что всем нам это очень серьезно поможет, и вы увидите, что это реально изменить. Человек сам создает проблемы, чтобы получать опыт. Невозможно выскочить из отдельных программ старой матрицы, не выйдя из всей матрицы полностью. Это как невозможно на работу уйти без ноги, оставив ее дома. В процессе невозможной остановки, как правило, человек приходит с какой-то проблемой. Он считает, что ее помогут ее решить. Даже больше скажу вам. Он считает, что обязаны его проблемы решать другие. Я показываю, что проблема существует только в его восприятии. Облуусловленный ум воспринимает жизнь только через определенные представления, которые двойственны. Это игра 3D. И она полярна. А двойственность и есть проблема. Поэтому его восприятие всегда проблематично. Парадоксально. Пока у человека такого, какой он есть, проблемы будут всегда. Он и есть совокупность проблем. Обычно в качестве решения проблемы предлагается усиление действия. Одной стороны двойственности по отношению к противоположной. Таким образом происходит ее активация и усиление, оказываемое ею сопротивление такому действию. Но и эта взаимосвязь не осознается обусловленным умом. И он продолжает, в кавычках, решать проблему. На самом деле усиливая ее. То есть он сам усугубляет это давление. Не может человек остановиться в своей ненависти или в своей враждебности. Об этом мы уже говорили в связи с процессом получения личного опыта. Вот такое желание получить личный опыт возмущения, противостояния, борьбы, какой-то вот программы уничтожения с этими наркотиками. А потом всех обвиняют. Откажитесь. Остановитесь. Прекратите. Но нет. Нужен опыт. Человек приходит в эту реальность за получением опыта, разделенного восприятия. Но находясь в состоянии сна, он этого не понимает. Накопление такого опыта происходит через актуализацию дуальностей в его личной структуре с дальнейшей их активацией в процессе развития личности. Проживая заложенные в личность двойственности, человек называет их проблемой. И пытается найти способы их решения. На самом деле, ему нужно получить опыт. А он думает, что ему надо решить проблемы. Ему кажется, что проблемы – нечто внешнее. И он пытается их решать так, как будто они есть, не есть он сам. Он думает, что когда он их решит, у него будет счастье. Но счастье что-то не приходит, несмотря на все усилия по решению проблем. Находясь в разделяющем восприятии, ну, например, муж враждует женой, человек не видит, что счастье не есть результат решения имеющихся у него проблем, а следствие понимания того, кто же он есть на самом деле. На самом деле, решить проблему можно только выйдя за уровень дуальных представлений, породивших ее, то есть разотождествившись со своей личностью. Но для этого надо осознать в самом себе механизмы рождения этих проблем через видение механизма действия дуальностей, присущих вашей личности. В конечном счете, ты можешь выйти из мира сего в мир иной, оставаясь в мире этом, и перестав реагировать на него, как робот на команды. Ты начинаешь мыслить парадоксально, то есть видеть во всем, что происходит игру дуальности. Самоисследование – это изучение сути того опыта, в котором мы сейчас находимся. Посмотрите, как идет самоисследование. Оно не останавливается на каком-то моменте. Оно все время изменяется и ведет нас к пониманию того, кто мы есть сейчас и куда движемся. Самоисцеление открывает качество того опыта, в котором мы находимся сейчас. Наш процесс – это постоянное движение к еще большему пониманию себя и всей этой реальности. Если мы выбрали для жизни этот двойственный мир, то нужно изучать его механизмы. А в итоге видеть, что же через это мы приобретаем. Вернемся к вопросу, что же такое самоисследование и откуда идет его импульс. Почему? В ком-то он есть, а в ком-то его нет. Большинстве людей его нет. При этом есть огромное количество ученых, экономистов, религиозных деятелей, деятелей культуры и так далее. Но импульса, самоисследование у большинства из них нет. Он идет из духа через эмоциональный центр. Это прямой канал связи с душой и духом, который не находится в этом мире. Да, ни для кого сейчас не секрет, что дух и душа – это тонкие субстанции, которые здесь, в мире материи, находиться не могут в связи со своей чистотой более высокой. Обусловленный ум и физическое тело находятся в этом мире. Когда мы перейдем в мир иной, то физическое тело мы оставим, но заберем прожитый нами опыт. Тело и ум – это в принципе единый организм, но его изучение возможно только из того, что вне ума и вне тела. Если мы возьмем науку, то она исходит из ума. И умом же изучается. То есть это ум, изучающий порождение самого себя. Но находясь в самом себе, он и не может видеть себя целостно. Импульс самоисследования идет из того, что вне ума.